Кстати, в своей статье Ельбасо пишет про свои впечатления от поэмы Абая Искандер. Творчество мыслителя побуждало совсем юного Нурсултана Назарбаева к расширению кругозора. Подобный путь ждет и столичных школьников. В одном из учебных заведений появился урок Абая-ведения. Преподавать его будут с 1 по 11 класс, разделяя на три периода творчества великого казахского мыслителя. Подробности у Татьяны Ковалевой. Эти экспонаты, архивные документы и фотографии пылились на складе центра Абая, который когда-то был закрыт. Теперь в школе имени великого мыслителя и, кстати, пока единственной в столице, они будут наглядным пособием для обучения подрастающего поколения. Из романа «Путь Абая» мы знаем Абая только в возрасте 10-13 лет, когда он приехал на обучение в медресе Ахмед Риза. И сразу с того отрезка его жизни мы переходим в его творчество. А вот особенность этой программы в том, что ученики начинают познавать Абая со дня его рождения. О том, что появление имени Абая было предопределено. Значение имени Абая – история взросления великого мыслителя. Знакомить детей с детством великого мыслителя будут через образ бабушки Зире. Имена она привила маленькому Ибрагиму, такое имя при рождении было дано Абаю, любовь к родной земле. Сказки, легенды, пословицы и поговорки, которые он услышал из ее уст, стали кладезью неисчерпаемой мудрости. Программу по изучению творчества великого философа разделят на три этапа. А с первого по пятый классы будут изучать детство. С шестого по девятый классы школьники узнают Абая как поэта, а с девятого по одиннадцатый уже познают как мудреца. Имя Абая сегодня известно на мировой арене, а его слова назидания актуальны во все времена. Мысли и идеи Абая легли в основу фундаментальной статьи Ельбасе. Творчество мыслителя может влиять на судьбу страны и народа, объединить и укрепить национальные ценности в это сложное время. Читая Абая, можно найти ответы на все вопросы, подчеркнул Нурсултан Назарбаев. Программная статья Ельбаса «Духовное завещание Абая» оставляет задуматься о многом. Нурсултан Назарбаев говорит о том, какие заветы оставил нам великий поэт, великий мыслитель, насколько мы следуем этим заветам. Насколько мы плодотворно стремимся овладеть теми знаниями, которыми стремился в то непростое время сам Абай. И какие задачи по сплочению нации, по сохранению стабильности в государстве вытекают из слов Абая. Это очень актуально и очень зловодневно. Слова Абая бесцены. Нурсултан Назарбаев призывает казахстанцев чаще читать его труды. Духовное завещание мыслителя поможет каждому противостоять трудностям. Татьяна Ковалева, Асхат Каракайшиев, Итоги дня.